Добрый вечер. Как всегда, по понедельникам в эфире программа «В центре внимания». Сегодня предлагаю сфокусировать наш телевзгляд на одном из закругов Архангельска. Он носит знаковое имя Михаила Ломоносова, а возглавляет его Владимир Шадрин. Он и будет сегодня в центре нашего внимания. Добрый вечер. Здравствуйте. Надо заметить, что вы являетесь главой администрации Ломоносовского округа, поэтому хочу сразу спросить, из чего состоит день главы? Ну, день главы в первую очередь начинается, конечно, с планерки с коллективом администрации, то есть установки задач на день для коллектива. После этого, если есть какие-то рабочие совещания, то, соответственно, выезд на данные совещания, либо совещания с управляющими компаниями, с подрядными организациями в администрацию округа непосредственно. Ну, это такая больше чиновничья работа, а у вас с точки зрения хозяйственника, все-таки глава это в первую очередь человек, который держит в своих руках все нити управления округом? Безусловно. С точки зрения хозяйственника, это, естественно, ежедневные объезды территории округа, контроль работы управляющих компаний, контроль работы подрядных организаций, которые работают в округе. Ну и, соответственно, если есть необходимость, то работа напрямую с руководителем и управляющим компанией. То есть объезды в ежедневном режиме? Да, конечно. А вот что они дают? Помимо банального, так сказать, понятного оценки ситуации? В первую очередь, да, это понимание того, что на данный момент происходит на территории округа. Во вторую, это, наверное, все-таки контроль достоверности информации, которую подают управляющие компании. Ну и, естественно, на основании вот этих объездов уже формируется план работы на следующий день, на какие-то будущие периоды. Ну я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон на редакции 639-717. Если у вас есть вопросы к моему сегодняшнему собеседнику, звоните, мы с удовольствием пообщаемся с вами. Чтобы понять масштабы вашей работы, да, какова площадь округа? Давайте, что называется, перейдем к статистике. Ну, площадь Ломоносовского округа составляет порядка 74,5 тысячи человек. То есть практически каждый четвертый житель Архангельска ломоносовец? Да, да, можно так сказать. Это накладывается в печаток, я имею в виду, ваши масштабы? Ну, естественно, это накладывает печаток и на работу, и на то, что все-таки округ центральный, соответственно, и внимание горожан сосредоточено в первую очередь на центральном округе, потому что являемся, так сказать, лицом города, центральная округа больше. То есть люди требовательно относятся к вашей работе? Да, люди считают, что город должен быть у нас чистый, ухоженный, ну и в первую очередь... Но вполне справедливая жила. Да, конечно, безусловно, мы с этим полностью согласны. Если вы уже упомянули количество проживающих людей, а вот если говорить о жилфонде, то есть насколько вы выглядите достаточно благополучно или нет с точки зрения неблагоустроенного жилфонда? Ну, на территории нашего округа находится, наверное, самое большое количество деревянных домов. Если сравнить центральные округа, да, Октябрьский и Ломоносовский, то у нас деревянных жилфонда больше. Ну, естественно, дома достаточно старые, достаточно ветхие, требуют, помимо постоянных ремонтов, и некоторые дома уже требуют расселения. В этом отношении с управляющими компаниями, конечно, ведется работа немножко иначе, чем с управляющими компаниями, которые работают с квартирными домами, с камен-жилым фондом. Но, тем не менее, пытаемся содержать деревянный фонд в надлежащем виде, чтобы все-таки делать где возможно, чтобы поддерживать его в работоспособном состоянии. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Константин. Я бы хотел задать вопрос. Вот с прошлого года в городе копались траншеи. Нам объясняли, что что-то делает кто-то. И в данный момент по адресу Воскресенская 114 и 116. Вот два дома, которые попали в эти раскопки. В октябре прошлого года раскопали, в феврале что-то положили, и в марте, когда были морозы, эти кучи закопали. И сейчас у нас вот по нашим адресам газоны как после войны. То есть мне бы хотелось услышать, кто-то до конца это доделает, или вот у нас вот эти все кучи, камни и все прочее, в общем-то, центр города так-то не самое окраинное. Спасибо. Ваш вопрос понятен. То есть будет ли произведено благоустройство вот в районе двух этих домов, где были раскопки? Да, безусловно, благоустройство произведено будет. В настоящее время там ведется, на самом деле, прокладка кабельной линии. Работы были приостановлены на зимний период несколько, потому что необходимо произвести прокол на одном из участков под стоянкой, чтобы не разрушать асфальтобетонное покрытие. Эти работы намечены буквально на ближайшее время. Как только будет закончена работа по прокладке кабельной линии, все газоны будут закопаны, разровнены, восстановлены благоустройство и предъявлены, соответственно, для сдачи в администрацию округа в том числе. Мы плавно перешли к вопросам благоустройства. Каковы планы у Вас на этот год? Что будет делаться в округе? В округе, как обычно, будем проводить работы по уборке санитарной мусора. Мы об этом обязательно поговорим. Да. Высадка цветов планируется также ежегодно. У нас проводится кошение газонов. Также планируется установка детских игровых площадок. В плане благоустройства территории. Это основные, наверное, у нас. Но вот газоны, как раз о чем был звонок, да? То есть это все-таки формирование некого внешнего облика Архангельска. Вы упомянули, что Ломоносовский округ центральный. Может быть, Вы назовете уже конкретные адреса, где будет что происходить? Или пока это только планируется? Нет. Казьба газонов у нас проходит, в принципе, по всем улицам нашего города. Газоны, которые расположены вдоль основных автомагистралей, будут выкашиваться неоднократно вдоль основных. А новые будут разбиваться газоны? Какие-то цветники, может быть? По поводу цветников сейчас работу проводим, чтобы все-таки у нас в этом году юбилей города нашего замечательного. И продумываем, каким образом мы сможем это как-то обыграть. Эту дату все-таки 430 лет, юбилейный год в форме, может быть, цветников что-то. То есть с точки зрения благоустройства эта дата не пройдет незамеченной? Да, постараемся сделать, чтобы она все-таки осталась. Вы упомянули про строительство детских площадок. Где были работы проведены в прошлом году, может быть? В прошлом году в рамках целевой программы мы детские площадки не устанавливали. Мы устанавливали периметральные ограждения детских площадок. Чтобы автолюбители, очевидно, не заезжали, да? Да, да. Было огорожено 5 у нас площадок спортивных. В позапрошлом году мы устанавливали детские площадки. Ну и в этом году планируем установку как минимум двух площадок. У нас уже закуплено оборудование. В настоящее время согласовываем места их размещения на предмет нахождение инженерной коммуникации. Соответственно, если никаких препятствий у нас не будет, то я думаю, что в ближайшее время мы их будем устанавливать. Я слышал об еще одной интересной инициативе. Из обрезанных тополей в вашем округе делают кресла. Несколько слов об этом. Можно ли поподробнее? Данная инициатива у нас была предложена мэром нашего города Виктором Николаевичем Павленко. Во время одной из поездок, я так понимаю, он, наверное, где-то увидел, что красиво сделано. Да, но на самом деле у нас в округе нашлось такое место на пересечении улицы Павучейская проспекта Ломоносова. Было два тополя кронированных, достаточно старых. Ну и приняли решение, тем более, что их место расположения совпало с автобусной остановкой. Приняли решение сделать из них вот такие кресла. То есть это скамейки или кресла? Что это из себя представляет? Это в настоящее время кресла. Два кресла, выпиленных из пней. Это замечательная практика. Будет продолжена? Тополей у нас еще много, в том числе в армурсовском. Тополей много. Если будет возможность их именно вписать в ландшафтный дизайн, так же удачный, чтобы они были не просто где-то посередине пустыря это кресло находилось, а вписать именно в ландшафт города, то, конечно, будем продолжать. Но ваш округ центральный, я думаю, пустовать эти кресла точно не будут. Да, мы, честно говоря, когда вот эту инициативу воплощали в жизни, даже вот... Такой отклик, как не ожидали, да? Я никак не думал, что туда будет такой отклик, положительный. Ну, очень приятно. Раз горожанам это нравится, раз обращают внимание, значит, конечно, продолжим инициативу. Ну, а главное, это удобно и полезно. Ну, да. Если вернуться к вопросам благоустройства, проблема несанкционированных свалок есть ли в вашем округе, поскольку все-таки он центральный, но вы уже сказали, что и деревянный жилфонд, он присутствует, и, скорее всего, эта проблема должна быть? Несанкционированные свалки есть. Я не скажу, что их много. Есть единичные адреса, по которым мы, конечно, в рамках своих муниципальных контрактов отрабатываем, то есть мы их вывозим. Я очень надеюсь, что мы в этом году с основными, по крайней мере, улицами, вернее, на основных магистралях у нас сейчас их, в принципе, нет. Больше во дворовых территориях. Где-то старые разрушенные сараи превращаются постепенно. Но эти места вы примерно уже знаете. Мы их знаем, конечно. Да, мы их включаем в контракт и работу проводим по ликвидации. Как выстроена работа в округе с управляющими компаниями, поскольку, собственно говоря, они являются таким главным инструментом сегодня, да, взаимодействия муниципалитета с управленцами жилфонда? С управляющими компаниями проводятся еженедельные планерки в администрации округа. Соответственно, если какие-то вопросы у нас не получается решить в рабочем порядке в ходе обычной переписки, да, то эти вопросы выносятся на планерку. Мы их обсуждаем, находим пути решения. В принципе, контакт с управляющими компаниями есть со всеми. Понимание с их стороны тоже есть, что они в первую очередь являются у нас, так сказать, людьми, которые непосредственно сами действуют на жилом фонде и все-таки прибирают территории вокруг зданий. В принципе, работа с ним ведется постоянно. Можно ли говорить о том, что этот рынок управляющих компаний, он уже сформирован на вашей, допустим, конкретно небольшой территории, вашего округа? Я думаю, что так говорить, наверное, нельзя, потому что дома время от времени переходят от одной управляющей компании к другой, потому что жители... Но само их количество стабилизировалось? Количество управляющих компаний, ну да, но в принципе не меняется. Новые у нас управляющие компании в округе не появляются так, чтобы какая-то новая, да, постоянно кто-то заходил. В принципе, все те же самые управляющие компании работают. Количество домов на них, конечно, меняется. Где-то кто-то отказывается от дома, где-то жители, наоборот... Обычные рабочие процессы. Да, переизбирают управляющих компаний. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон редакции 639-717, и у нас есть очередной звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня зовут Владимир Иванович. Я вам звоню вот по такому вопросу. Тротуар, проходящий между Воскресенской и 23-й гвардейской дивизией по улице Тиме, имеет огромный наклон. Я вчера был свидетелем, когда инвалид вместе с коляской упал на бок. Там тротуар наклон больше 45 градусов. Об этом уже говорилось, но за два года ничего не сделалось по этому поводу. И второе, остановка, которая расположена напротив магазина «Березка», тоже по улице Тиме, имеет остановку. Там останавливается около пяти маршрутов, но она не защищена ни от ветра, ни от дождя. Что вы скажете по этому поводу? Спасибо большое за ваш звонок. По поводу тротуара, я так понимаю, что земля проваливается, да? Да, это тротуары старые, идет просадка грунта банальная. Ну, естественно, тротуар принимает наклонное положение. Конечно, это необходимо исправлять по мере возможности. Но вот этот звонок возьмете, что называется, на заметку, и будут ли работы проведены? Да, конечно, мы возьмем на контроль, направим заявочку в департамент городского хозяйства, чтобы включить это в план работы на будущий период. И второй вопрос по остановке, то есть остановка, где достаточно оживленное движение, и нет оборудованного пункта, где люди могли бы защититься от дождя, от ветра. По поводу остановки, в настоящее время планируется установка там, как раз в этом месте остановочного павильона, чтобы на самом деле люди могли дожидаться автобуса под каким-то укрытием. То есть я думаю, что в ближайшее время там появится павильон. Можно ли говорить о том, что это планы вот 2014 года, и там, допустим, в летний период эта остановка будет появиться? Я думаю, что да, в 2014 году там уже будет. Спасибо. Если вернуться к нашей теме благоустройства, субботник уже двухмесячник, начни, городской стартовал, 14 апреля, уже можно ли говорить о первых результатах вашей работы в вашем округе? Двухмесячник у нас, да, действительно стартовал 14 апреля, но в настоящее время работа по вывозу, сбору случайного мусора у нас ведется в округе полномерно, да. Территория уже стала очищена, я думаю, что к окончанию двухмесячника мы ее приведем на лежащее состояние, чтобы у нас газоны были без мусора, без старой опавшей листвы, травы, соответственно, очень надеюсь, что жители нашего города примут активное участие в городских субботниках, которые у нас назначены на 26 апреля и на 17 мая. Вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но год от года такое ощущение, что мусора в Архангельске становится больше. Особенно это, наверное, чувствуется весной, когда только все растаяло, скажем так, и понятно, что идет гигантская работа, да, целый двухмесячник проводится, но, по крайней мере, то, что мы видим в первые дни после того, как сошел снег, это ужас, иначе не сказать. Ну, я с вами в какой-то мере соглашусь, на самом деле в этом году мусора, наверное, больше, чем в прошлом году, по крайней мере, и об этом говорят и главы других округов, мы между собой общаемся, что да, действительно, в этом году больше мусора. Ну, я думаю, что тут причина все-таки, конечно, чисто там, где не ссорят все-таки. И я думаю, что жители нашего города должны сами понимать прекрасно, что если они сами не будут мусорить, если они будут этому учить своих детей, своих близких, я думаю, что... Сколько бы двухмесячников ни было, да, мы будем возвращаться снова на курицу. Да, мы будем к этому же возвращаться, но если культура будет прививаться на уровне семьи, на уровне, даже на уровне организации, может быть, то все-таки у нас в городе будет чище. У нас очередной телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню по поводу тротуара на проспекте Дзержинского в районе Дзержинского, 3, корпус 4 у гаражей. Год назад водоканал там устранял аварию теплосетей. Этот асфальтовый тротуар разломанный. И он так стоит уже на год. Вот скоро лето, хотя бы за лето надо бы там. Там небольшой участок, но с колясками ходят люди. И такой бардак. Спасибо большое. Но проблема тротуаров, я так понимаю, достаточно актуальна. Актуальна, да. Ну, тут проблема тротуаров у нас так же самая, как вот был звонок по газонам. Актуальна еще в том плане, что ведется достаточно много работ на территории округа. И не только плановых, когда прокладываются какие-то коммуникации, но и как вот в данном случае устранение аварийных ситуаций. Безусловно, тротуар будет восстановлен. Восстановлен будет благоустройство этим летом. То есть вы в курсе этой ситуации? Конечно, ордера еще эти не закрыты на производстве земляных работ. То есть ордера закрываются только после того, как благоустройство предъявляется администрации округом. То есть мы принимаем, смотрим, чтобы не было никаких остатков строительного мусора, чтобы все было выровнено, чтобы, если необходимо устройство дорожек пешеходных тротуаров, которые были демонтированы, не были восстановлены. Ну и только после этого ордер строители закрывают. Ну, так понимаю, в случае с тротуаром по улице Дзержинского это обусловлено тем, что работы были в зимний период, да и благоустройство было бессмысленно проводить. Да, они либо были в зимний период, либо уже близко к зиме. То есть в любом случае грунт, который засыпан на место траншеи, ему необходимо дать осадку. Иначе восстановить это благоустройство можно, но только оно через год снова провалится все. И это, естественно, будет приводить к дополнительным затратам со стороны строителей. Но если проводились работы в зимнее время, то восстановление асфальтовых тротуаров там речи в принципе не идет. Ну вот мы плавно подошли еще к одному вопросу, это ремонт наших дворов, тех же тротуаров. Насколько все-таки масштабные планы этого года? Поскольку в предыдущие годы достаточно ощутимо ремонтировался, в том числе и ваш округ, и можно приводить список адресов, и ленинградский, 23, если я не ошибаюсь, по улице Насадкиной. Я сам там был, и мы делали материалы. Ну, в связи с тем, что в этом году у нас, конечно, финансирование, городской бюджет очень-очень сокращен, безусловно, мы в рамках своих возможностей будем делать и дворы, дворовые территории. Скорее всего, не получится так масштабно, как в прошлом году. Но эта практика, она все-таки будет продолжена. Практика будет продолжена. То есть мы не закрываем эти программы, несмотря на финансирование, понятно, что в силу экономических каких-то реалий оно сокращается, но эта программа будет у вас. Да, безусловно, резервный фонд, который у нас есть, мы его будем пускать именно на работы, связанные с благоустройством города. А есть какие-то, скажем так, первоочередные адреса, куда бы вы хотели направить дорожников? Насколько глава округа погрузился уже в округ? Нет, погрузился-то достаточно. Вопрос в том, что сейчас готовится пока смертная документация, то есть все будет зависеть от объема финансирования. То есть дворы разные, где-то на двор нужно, условно говоря, 100 тысяч рублей, а есть дворы большие, на которые нужен миллион рублей. Соответственно, и количество дворов будет от этого зависеть. Я не случайно упомянул термин «погрузился» в роли главы вы совсем недавно, и полугода не прошло. Ощутились прелесть этой работы? Ну, собственно говоря, я в администрации... Прелесть, я имею в виду, понятно, что это все рабочие нюансы. Вообще в администрации города я округа, прошу прощения, я работаю третий год. С ЖКХ работал непосредственно все это время, соответственно, погружение, конечно, более глубокое. Но я думаю, что все у нас будет хорошо, будем стремиться к тому, чтобы на самом деле у нас город стал чистым, красивым, ухоженным. Ну, замечательно. У нас очередное погружение детальное, новый телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Остарвался звоночек. Все-таки, на ваш взгляд, роль главы округа в чем заключается, помимо вот такой хозяйствующей функции? Ну, я думаю, что... Я имею в виду, какие, может быть, перспективные моменты развития территории. Удается вот как-то спрогнозировать это? Понимаю, что непростой вопрос. Вопрос на самом деле непростой. Ну, в рамках своих полномочий, конечно, пытаемся что-то... каким-то образом развитию округа придать, да. Но в основном это все-таки больше хозяйственная работа. Интересно? Работа в местах. Интересно. Интересно. Давайте вернемся к вопросам двухмесячника. Вот как мы с вами можем заинтересовать людей, чтобы они вышли и, собственно говоря, навели порядок у собственных дворов, у собственных окон, у собственных домов, у собственных подъездов? Ну, я думаю, что заинтересовать мы можем в том плане, что люди должны просто понимать, что если они действительно хотят жить в красивом, ухоженном городе, то необходимо сначала этот порядок навести. В дальнейшем его соблюдать и поддерживать. Поддерживать порядок всегда легче, чем его ежегодно, да, ежедневно наводить заново. Поэтому если на самом деле у нас горожане наши все-таки будут более трепетно относиться к нашему городу, да, не позволять себе выбрасывать там мусор из окон, да, из машины во время стоянки на светофоре, город, безусловно, будет у нас гораздо-гораздо чище. Я думаю, что мы можем заинтересовать конкретной помощью конкретного округа, конкретным людям. Как это можно сделать для тех, кто решит выйти и навести порядок? Ну, со стороны администрации округа мы готовы помочь инвентарем необходимым для сбора мусора, то есть шансовый инструмент выдать, лопаты, грабли, метлы, готовы выдать мешки для сбора мусора, готовы обеспечить вывоз этого мусора после того, как он будет собран. Гражданам достаточно просто позвонить в администрацию округа, сообщить адрес, где стоят мешки, да, их, конечно, лучше сгруппировать, чтобы, соответственно, мы по этому адресу направили свою подрядную организацию, что они приехали, это все загрузили, увезли. Куда могут люди обратиться? Может быть, какой-то дадим телефон администрации, чтобы проговорить, скажем так, на предварительной стадии, что можно получить, какую помощь, в каком объеме? Ну, можно позвонить либо в приемную администрацию округа 68-31-61 телефончик, либо непосредственно в отдел ЖКХ и благоустройства 68-23-15. Ну, давайте назовем один телефон на 68-31-61. Да, в приемную, а там, в принципе, секретарь переадресует, переведет на специалистов. Ну, вот у нас есть тоже очередной звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос по поводу улицы перекрестка. Алло? Да-да, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. По поводу улицы перекрестка Шабалина и 23-й гвардейской дивизии. Да-да, мы слушаем вас. — Там нет пешеходного перехода. Если двигаться от улицы Воскресенской, то там нет пешеходного перехода. Что вы можете сказать по этому поводу? — То есть, я так понимаю, вопрос может быть не совсем к вам, скорее к ГИБДД, или вы готовы прокомментировать? — Нет, я прокомментировать готов, безусловно. Я так понимаю, у нас кольцевой перекресток розочка Шабалина 23-й гвардейской дивизии. По поводу устройства пешеходного перехода, тут необходимо... Можно обратиться и к нам в администрацию округа. — Ну вот, собственно говоря, уже обратились. — Заявочки, в принципе, да, этого достаточно. Мы этот вопрос проработаем. Нужно будет, конечно, решить вопросы с ГИБДД, с управлением транспорта дорожного хозяйства. — Я думаю, с точки зрения логистики, там переход достаточно востребован будет. — Ну, значит, будем его делать. — Хороший подход к решению вопросов. — Попробуем, конечно. — Мы так или иначе сегодня ведем сквозную тему благоустройства. Если вернуться к нашему двухмесячнику, о котором мы говорим, с вами, по уровню прошлого года, вы можете сказать, все-таки есть какая-то активность людей идет, интерес к этой работе? — Активность людей есть по одной простой причине, что люди приходят, на самом деле, и за инвентарем приходят, и за мешками приходят. То есть достаточно много неравнодушных людей, которые собираются принять активное участие в двухмесячнике по наведению порядка на территорию округа. Но я думаю, что мы большую активность увидим немножко позже сейчас, когда окончательно снежный покров у нас везде сойдет. — Ну и потеплее будет. — Да, потеплее будет. — Активность возрастет. Я думаю, что где-то между субботниками, ближе ко второму городскому субботнику, майские праздники, может быть, у людей, когда будет побольше времени. Я очень надеюсь, что у нас поток активных граждан увеличится. — Ну и действительно, время простого созерцания, на мой взгляд, уже прошло. Пора, собственно говоря, что-то разом взять и решить эту проблему, хотя бы локально, хотя бы в рамках нашего двухмесячника. — Да, очень бы хотелось ее на раз на самом деле решить, а потом уже поддерживать этот порядок. — Если подвести итог нашей сегодняшней беседы, как вы оцениваете свои несколько месяцев роли главы? — Ну, сейчас, наверное, трудно о чем-то говорить еще пока, потому что, в принципе, в зимний период у нас в этом году зима была достаточно мягкая. И, в принципе, никаких серьезных проблем, связанных с разморозкой жилых домов у нас этого не было. Ну и слава богу, что не было, конечно. Поэтому я бы не сказал, что в настоящее время какие-то такие трудности серьезные были в период моего действия в роли главы. Сейчас работаем в рамках наведения порядка в городе. — Это, пожалуй, первая серьезная проверка будет, да, боевые условия? — Да, серьезные испытания такие, да. — Спасибо большое. Замечательно, что у нашего Ломносовского округа такой молодой и амбициозный глава, и, главное, умеющий работать, на мой взгляд. — Спасибо. — Спасибо, что пришли к нам на программу. Глава Ломносовского округа Архангельска Владимир Шадрин был сегодня в центре внимания. На этом все. До встречи на интернет и телепространстве Архангельска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова